Последовательность Фибоначчи является одной из самых интригующих страниц в истории математики. Средневековый пизанский купец-математик Леонардо Фибоначчи, автор утраченного трактата «Книга Абака», открыл самое важное математическое выражение природных явлений из всех когда-либо открытых. Числовой ряд, носящий сегодня его имя, вырос из проблемы с кроликами. Человек посадил пару кроликов в загон, окруженный со всех сторон стеной. Сколько пар кроликов за год может произвести на свет эта пара? Если известно, что каждый месяц, начиная со второго, каждая пара кроликов производит на свет одну пару. В результате число пар кроликов создает ряд, каждый член в котором – сумма двух предыдущих. Он известен как ряд Фибоначчи, а сами числа – числа Фибоначчи. Оказалось, эта последовательность имеет множество интересных с точки зрения математики свойств. Она обосновывает коэффициент пропорциональности, известный как «золотое сечение». Теория чисел Фибоначчи находит постоянное подтверждение в явлениях природы. Например, правила, по которому располагаются семечки в соцветии подсолнуха, закономерности в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также правила проявляются в биоритмах головного мозга и зрительного восприятия. Отдельные числа из последовательности Фибоначчи можно увидеть, например, в движениях цен на товары. Уровни Фибоначчи очень популярны в техническом анализе рынка. С их помощью можно прогнозировать динамику различных финансовых инструментов. Так как ни один тренд не может длиться бесконечно и рано или поздно наступит коррекция, уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекционного движения, а также наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления. Применительно к торговле и рынку считается, что, корректируясь, тренд в подавляющем количестве случаев останавливается на числах Фибоначчи. Для построения линий Фибоначчи на графике необходимо от минимальной, начальной точки тренда провести линию к максимальной точке и отметить на полученные линии уровни 23,6%, 38,2% и так далее. Согласно теории Фибоначчи, это и есть уровни наиболее вероятных коррекций тренда. Иногда для наглядности на графике не просто отмечают уровни, но и проводят через них дополнительные горизонтальные линии. Получившаяся фигура носит название веер Фибоначчи, а дополнительные горизонтальные линии считаются наиболее вероятными линиями поддержки и сопротивления нового тренда. Веер состоит из трех индикаторов, которые помогают определить динамические уровни поддержки и сопротивления. Это именно те области, в которых рост цен может замедлиться, или, наоборот, падение цен может быть остановлено. Главным достоинством уровней Фибоначчи является то, что они способны достаточно точно определить ближайшие ценовые ориентиры. И в то же время они хорошо дополняют классические фигуры разворота и продолжения тренда, на которые ориентируются участники рынка. А это существенно увеличивает количество прибыльных сделок. Торговля по уровням Фибоначчи не относится к простым методам работы на рынке Форекс, но при желании может овладеть любой трейдер. В нашей школе трейдера мы поможем вам отточить свои навыки анализа рынка и методики торговли по уровням Фибоначчи, которые могут стать составной частью вашей прибыльной торговой системы на рынке Форекс. Школа трейдера. Продуманный подход к биржевым торгам. Запись по телефону 433-193. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова